Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Как идут ваши подготовки к 1 сентября? Что у вас за дети? Это дети, которые пойдут в университет, или это дети, которые пойдут в школу, или это дети, которые пойдут в садик с большей активностью. Там сейчас будут начинаться обучающие разные процессы, сессии. И я уже, было такое видео по поводу минерала интеллекта, это йод. И я думаю, что вы уже проверили, хорошая вы мама, хороший вы папа, даете вы йод, или вы его игнорите. Но кроме йода в центральной нервной системе, что взрослой, что детской, необходима еще куча разной другой дребедения. Вот этот дребедень, который вы покупаете, вот сейчас ходите, я точно помню, у меня просто все уже взрослые дети, но мне 1 сентября прям запомнился, потому что констовары, всякие мелочи, столько-то тетрадок, где-то нужно найти этот дневник, ну в общем учебники. Потом нужно обновить школьную форму, они растут, боже, ну это капец, честно говоря. Я понимаю вас, но слушайте, школьная форма это круто, но самая крутая школьная форма вот здесь вот, это центральная нервная система, на которую сейчас будет просто гипернагрузка. Все лето дети как-то развлекались, была какая-то физическая активность, каких-то детей им повезло, к бабушке отправили в село, и они там попили настоящего молока, а не городского немолока, да. Они там что-то, ну не знаю, там побегали с детишками, поиграли, ну в общем схватили, кстати говоря, свои микробы из этого окружения. Сейчас притарабанят это все дело в общий класс, а там 30 таких же молодцов, которые были в своих, ну маленьких группках, где уже устаканилась своя микрофлора, и вот это вот все приедет в этот новый класс. И соответственно где-то вторая половина сентября начнутся вот всякие воспалительные заболевания, связанные с тем, что микрофлора объединяется, да, то есть дети, переопыление микрофлоры что ли происходит, соответственно детки начинают болеть. Поэтому первое, что нам нужно понять, как сделать так, чтобы ребенок не болел, потому что первая эпидемия и все, знаете, да. Что еще, если ваш ребенок вместе с вами, вы его взяли и привезли на море, ну на сколько вы его привезли? Ну на неделю, нет, ну ладно, на две недели. Вы привезли кризис переадаптацию, тут же увезли еще один кризис переадаптации, и он такой в подшатанном немножко иммунитете приходит на 1 сентября в школу, а там дети со своей новой микрофлорой, новенькие, может быть это вообще новый класс. И вот это вот все дело начинается. Поэтому, пожалуйста, вы конечно покупаете констовары, но я думаю, что вам в список нужно добавить, сейчас ну как бы основные вещи расскажу для иммунной системы и для соображаловки, да. Что нужно добавить? Обязательно мембранопротекторы. Самые мощные, самые, ну как бы изученные, единственные что ли мембранопротекторы это омега-3. Ну просто вот я не знаю, я когда-то видела фильм, который BBC снял, ой, не BBC, боже, как это называется, канал американский? BBC. BBC снял по поводу влияния омега-3 на интеллектуальные способности ребенка. Ведь ребенку легче учиться, интереснее учиться, если он быстренько все хватает. Омега-3 это незаменимая вещь. Если вы сегодня не дали ребенку хотя бы 100, ну 150 грамм рыбы морской, не искусственно выращенной, а той, которая успела накопить за жизнь, ела планктон и успела за жизнь накопить вот эту вот полинасыщенную жирную кислоту омега-3, то ему легче будет учиться. Легче будет учиться, меньше будет вас напрягать. Это же круто. Это первый момент. Второй момент. Сейчас. Я вот чихну. Извините. Это партнер, господа. Черное море. Второй момент. Это лецитин. Лецитин это основной компонент любой биологической мембраны. Так как наш головной мозг, там огромное количество биохимических и электрохимических взаимодействий, лецитин мы просто необходим головному мозгу, тем более фосфатидилхолины. Потому что это и есть проводники нервных импульсов, то есть медиаторы передачи нервного импульса. Это очень-очень важно. У меня на самом деле есть группа, я, наверное, вам рассказывала, где детишки, которые имеют какие-то особенности, допустим, синдром невнимательные дети, гипервозбудимые дети и так далее. И в этой же группе их логопедов. И вот там большое количество отзывов по фосфолипидам, по лецитинам. Поэтому, пожалуйста, используйте. Раз, два. Что еще? Центральная нервная система вашего ребенка нуждается в витаминах группы В. Во всех витаминах группы В. В центровой там, скорее всего, витамин В6, потому что это витамин, который участвует в производстве энергии, в том числе для центральной нервной системы, абсолютно для любой клеточки. Поэтому не допускайте по витаминам группы В дефицита. Очень много нужно съесть пивных дрожжей, проростков пшеницы, печенки, печень, печень, чтобы взять определенное количество витаминов группы В. Поэтому я думаю, что просто нужно датировать, просто реально датировать в виде таблеточек, чтобы легче было соображать. Ну и теперь по поводу антиоксидатов. Антиоксиданты – это цинк, это селен, это из минералов, витамины, все-все-все, А, Е, С и так далее. Это тоже можно датировать в виде минералов, потому что если вы думаете, что витамином С ваш ребенок подзарядился, потому что яблоки ел, сейчас ест яблоки. Но знаете, ну как бы в яблочках не очень-то много витамина С, даже в лимончиках немного витамина С. Специально села и посчитала. Но правда я считала на 1000, 1000 мг, это приличная дозировка. Чтобы я взяла 1000 мг витамина С, мне нужно 2,5 кг лимона съесть. Ну ладно, пусть это будет не 1000, а всего лишь 100 мг. Не 2,5 кг, а сколько? 240 г лимона. Каждый день вы шутите. Поэтому, ну, вы можете, конечно, игнорировать, но лучше что-нибудь сделать в этом плане. Что еще? Очень серьезный дефицит по минералам. Видите, витамины хотя бы добавляют в пищу, какие-то готовые продукты, ну не знаю, там те же самые белковые коктейли, или какие-то, ну не знаю, даже кисломолочные продукты с добавленными витаминами. Минералы не добавляют никто, а иногда нужно чуть-чуть молибдена, чуть-чуть, или там Германия чуть-чуть, для каких-то своих биохимических нужд. Поэтому используйте какие-то продукты, которые содержат разные минералы. Если вы уже имеете дисконт НСП, то есть готовое решение. Я очень люблю готовое решение. Под этим видео есть ссылочка. Если у вас нет дисконта НСП, пройдите по ссылочке и возьмите этот дисконт НСП, чтобы у вас был доступ к интернет-магазину, где вы хотя бы можете все это дело осознать и посмотреть. Если дисконт НСП есть, загляните в целый набор. Вот, понимаете, лучше констовары покупать наборами. Так вот, по здоровью детей тоже желательно прям готовый набор использовать. Набор называется «Здоровье вашего ребенка». Туда входит омега-3, туда входит лицетин, туда входит хлорофилл. То, что вы захотите физических достижений от ребенка, чтобы им гордиться, да, интеллектуальных достижений от ребенка, чтобы им гордиться. А на самом деле, если ребенок сильно устает, закисляется, где-то пьет неправильные напитки типа Кока-Колы, где-то передозировал со спортом, он закисляется и нужно раскислять его. Это очень вкусная водичка с хлорофиллом. Пусть он зелененькую водичку прям в школе пьет. Все пьют обычную водичку, а вы ему зелененькую делаете. Все пьют Кока-Колу, а вы делаете ему водичку с хлорофиллом. Туда еще входят коллоидные минералы. Я их очень люблю. 74 минерала в небольших дозировках, даже ниже, чем профилактические иногда. Но это 74 минерала. Организм возьмет, высосит все, что надо, все, что не нужно, выкакает или выписит. Не переживайте по поводу этих водорастворимых витаминов и минералов. Но если, допустим, дали больше, чем надо, выписит. Я уверена, не дадите больше, чем надо. И в открытом доступе я предлагаю, вот у вас сейчас конфеты в открытом доступе, да, или печенье в открытом доступе. Вот это вещи, которые не должно быть в открытом доступе. А в открытом доступе должна быть банка витаминов для деток без вредных ингредиентов, например, витазаврики, чтобы ребенок подошел, съел штучку утром и вечером. Если хочет побольше, пусть побольше. Они прям чувствуют, они не переедят больше, чем нужно. Вот. И в открытом доступе баночка с бифидозавриками. Почему бифидозаврики? Потому что там 4 штамма полезных бактерий. Если сравнивать с Линекс, боже, ну, Линекс, ну, я не знаю, я считала, нужно 18 упаковок Линекс скушать, чтобы получить столько же бактерий, тел бактериальных, сколько в одной таблеточке, рассосательной такой таблеточке бифидозавриков. Почему я настаиваю прям на бифидозавриков? Потому что дисбактериоз на каждом шагу. Вот вы отвезли ребенка на море, он там сгорел, через неделю вернули на место, и у него 2 криза переадаптации, у него погибла нормальная микрофлора. Я по своему ребенку знаю, ну, потому что я даже не знала, что такое может быть. Но в первый раз я Ульяну отвезла на море, когда ей было 9 месяцев. Мы там были ровно 10 дней, и потом вернулись домой. И через 10 дней домашнего пребывания она разразилась рвотой и поносом, таким, что невозможно было остановить. Конечно, я быстренько ее схватила, через дорогу была больница. Слушайте, я очень быстро отреагировала. Но я отреагировала уже все равно поздно. Она уже была в обезвоживании, в эксекозе. Это было страшно. И я, вы знаете, я прям сидела и плакала над ней, и молилась, благодарила Бога, что я в 21 веке живу, и что есть антибиотики, что ее можно спасти, потому что это было для меня ужасно. А когда пришел бак-посев через 2 недели, оказалось, что это был просто стерильный кишечник. Мы на стерильный кишечник, не зная, бак-посев 2 недели готовится, мы еще ударили антибиотиками. Как ребенок выжил, вообще непонятно, но я благодарна Богу. Ну вот, короче говоря, вот такая ситуация. Берегите микрофлору своих детей. Никто не знает, чем мы ее убиваем. Поэтому постоянно бифидозавры, пусть они будут. Слушайте, это не капитальное вложение. Иногда люди 1000 долларов вкладывают в какую-то кухню свою. А в ребенка нужно вкладывать деньги, в его иммунитет, в его интеллект. Вот это вложение. Ну, надеюсь, была, все доступно объяснила, кто не хочет пользоваться МСП, я вам рассказала, что нужны пробиотики, что нужны витамины качественные, без аспартама. Что нужно обязательно думать, чем ощелачиваем ребенка, и давать мембранно-протекторы, омега-3 и лицетил. Ну, кто склонен пользоваться тем, чем пользуюсь я, я прям дала готовое решение. Надеюсь, было полезно вам сегодня. Пожалуйста, растите своих деток. Вот, потому что сначала мы в них вкладываем, и они потом с такой же любовью, ну, может быть, не ждите от них этого, но, может быть, потом как-то отзовутся к вам. Вот. Пока, до новых встреч. С вами была Бахтина. Или, да, кстати говоря, если вам все понравилось, если актуальная тема, то подкормите меня вот такой вот штучкой. Если тема не актуальна, не понравилась, вот такой штучкой не будьте, не будьте, пожалуйста, равнодушными. И обязательно подпишитесь на YouTube-канал, потому что каждый четверг, ну, мы прям думаем, мы это прям большая команда, мы думаем, чем мы можем быть полезны, каких больше всего вопросов. И если вы вопросы по данным видео еще напишите, нам легче будет придумать тему на следующий раз. Хорошо? До новых встреч.